Сегодня мы решили сделать сладкий завтрак, точнее я решила, мне захотелось панкейков. Такие вот я сделала огромные-огромные панкейки. У нас есть кленовый сироп, тут немножко осталось, но я нашла еще мед из Турции, пайн хани, то есть это из сосны мед. Он очень вкусный, у него такой привкус очень классный. Вот голубика, малина, в общем, вот такая вот вкуснятина. Представьте, у Плюш вчера был день рождения. Так, сейчас я выеду. У Плюши вчера был день рождения, и я ей сделала рыбный кейк, рыбный такой пирог. Просто сварила, короче, целую рыбу, половину, и помяла так ее и сделала, короче, пирог. Я фотографии выкладывала в инстаграм. Не удалось это заснять, эта реакция была очень быстрая. В общем, она так обрадовалась, прыгала там, скакала, мурчала, начала есть этот пирог. Что вы думаете, она его доела? Ага, она что там, полыськала, полыськала, потом ходила вокруг меня. Потом ходила вокруг меня, почеши ей задницу. И все. И так и простоял этот пирог. А я уж обрадовалась, в инстаграме написала, что Плюша доела, она так накинулась на него. В общем, ну что за кошка такая странная, а? Непонятно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы, наверное, думаете, что на в очках, солнца вроде бы как нет. Вы знаете, у нас здесь всегда такая погода обычно. Небо затянуто тучами, а солнце оно светит. И получается как большой софтбокс. То есть солнце как лампочка, тучи как софтбокс. И солнце светит как будто бы со всех сторон. И глаза открыть просто нереально. То есть солнца вроде бы нет, но очень-очень ярко. Из этого, кстати, и цвета такие яркие. То есть все такое зеленое, красное. Я уже поговорила, по-моему, об этом. Вот. Что я хотела сказать. У нас сейчас сумасшествие теннисное. Везде матчи. Вимблдон начался. И все витрины на Вимблдон Виллоч украшены как-то по-особенному. Используя теннисные эти мячики. И оказывается, это не просто так. Оказывается, сейчас идет конкурс на лучшую украшенную витрину. И вот напишите мне, какая витрина вам понравилась больше всего из тех, что вы только что видели. Потому что мне, наверное, понравилась, которая розовая, с розовыми теннисными шариками. Очень красиво. Упс. Слушайте, накрасила ногти только что лаком, а он уже высох. Просто буквально за секунды. Обалдеть. Если кому интересно, это Эсси номер 401. Шейдзон. Похоже, сегодня неплохая погода. Сейчас пойдем проверим. Даже вышло солнце. Но это очень обманчиво. Очень обманчиво. Потому что показывает плюс 16. Короче, мы уже три раза попадаем под дождь, пока мы идем в кафешку на завтрак. И мы сейчас стоим, пережидаем. Все, дождь закончится. Что такое? Бру и делай практус, пошли. Ура! Мы просто пришли в час дня, а уже все не делают практус. А я хочу завтракать. Я не хочу обедать. Так что все, идем. Продолжение следует... Ну что, в это сложно поверить, но мы позавтракали, и солнце вышло, кажется, опять тепло, но очень ветрено, так что мне все равно холодно. И, кстати, я вам говорила, что на Вимблден можно ездить на лошадях, ну, кататься, да, если вы катаетесь на лошадях. И я вам сейчас покажу, во что превращаются каждый день наши дороги здесь. Посмотрите, все в какашках. Славик вон там снимает для вас влог, у него есть отдельно свой канал, так что заходите к нему в гости, я вам оставлю ссылку под этим видео. Он, по-моему, каждую неделю выгружает какое-то видео. Посмотрите, я нашла еще одну маленькую веточку глицинии цветущей, а так все это дерево или куст, я не знаю, как это назвать. В общем, это растение, оно уже давно отсвело, у меня есть даже фотографии в инстаграм, и видео, по-моему, я вам показывала. И видите, теперь только маленькая веточка осталась, но она еще зацветет. Субтитры сделал DimaTorzok Что это есть? Куст? Незнакомка. Не знаю. Что-то южное, что-то восточное. Смотри, какие семена. Я даже не могу предположить, что это. Вообще. Никаких идей. Кто знает? Напишите. Обалдеть. Цветит солнце, и уже капли идут. Уже тождь начинается. Вот, блин, что за лето. Уже капает. Самая обычная машина. Ничего примечательного. Да? Нормально так. Лето. Июль месяц. Жара. Идет дождь. И дует холодный ветер. Очень жарко. Очень жарко. Хочу с вами поговорить на такую тему, которая меня в последнее время очень сильно волнует. Это ненависть к детям на YouTube. Почему-то мне всегда казалось, что к детям относятся с трепетом, что тем, кому интересно видео детского плана, да, на детскую тематику, тот заходит, смотрит их. А тому, кому не интересно, он либо их вообще не открывает, либо может зайти там поумиляться, например. Я выпускаю 8-10 видео в месяц. И среди этих видео одно видео я делаю на детскую тематику. И каждый раз под этим видео обязательно кто-то начинает разводить срач о том, что я не уважаю своих подписчиков, что на бьюти-канале я снимаю видео на детскую тему, что я докатилась до того, что снимаю видео на детскую тему. Сегодня Маша Мария на Big City выпустила видео, цитирую, «Полезные гаджеты для детей». Меня просто поразил комментарий, который был под этим видео, о том, что она опять-таки не уважает своих зрителей и снимает видео на детскую тему. Мне вот интересно, вижу я в ленте видео под названием «Полезные гаджеты для детей». Но мне это видео неинтересно, я люблю смотреть про косметику, но я все равно его открываю, потому что думаю, а вдруг там видео про помады. А нет, там видео про полезные гаджеты для детей. Вот облом, надо срочно оставить комментарий о том, какая Маша бессовестная. Вот честно, меня просто поражает. Вот это вот какая-то ненависть, ненависть к детской теме, какая-то злость. Объясните мне, пожалуйста, с чем это связано? Потому что я уже не знаю, с чем это связать. Вот честное слово. Когда на канале миллион видео на бьюти-тематику, и выходит одно видео в месяц на детскую, начинается возмущение о том, как ты могла, что с тобой случилось. Оставьте, пожалуйста, свой комментарий. Как вы думаете, почему такое отношение к видео на детскую тему? Спасибо большое. Мы сейчас решили, на ночь глядя, поехать в супермаркет закупиться продуктами. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас есть 20 минут, магазин закрывается через 20 минут. Сейчас мы быстренько, быстренько, быстренько. Подожди меня. Подожди меня. Так, вот и наш Сэнсбурис. У тебя есть фунт? Марксен Спенсер уже закрылся. Сэнсбурис закрывается через 20 минут. Как, что? О, а здесь не нужна монетка. Боже, как я обожаю Сэнсбурис, когда никого нет. О, красота. Бери, что хочу. Так. Что я хочу? Я очень люблю вот такие помидоры. Не знаю, я люблю именно черри. Мне не нравятся другие. Так. Я хочу авокадо. Хочу. До 5-го числа. Какой сегодня вообще день? Я не знаю. Почему я тоже? Так. Салат у нас еще есть. О, я хочу перцы. Кстати, смотрите. Мы как и вышли из Евросоюза, у нас что-то цены попадали. А все пугали, что будет наоборот. Так, до 8-го. Ну, нормально. Есть. О, смотрите. Что это? Pointed peppers. Ну, похоже. Так. Я хочу сварить опять суп. Мне нужна морковь. А где морковь? Морковь-то где? Так, мне нужна одна морковка. Что она? По 60 копеек? Мне нужна на суп. Да, возьму большую. Пусть будет много моркови. Положу в пакетик. Так, потом нам нужны синенькие. Но я не вижу. Подожди, подожди. Эти по 70 копеек. Там были которые другие. В упаковке. Вот. Вот здесь мне, пожалуйста. Вот эти. 2-го хватит? Спасибо. А там больше не... А, ну они все по 500 грамм. Хочу кабачки. Да. Хочу или не хочу? Хочу. Это какие вообще? Вот видишь, все стало дешевле. Посмотри. Интересно, почему. Так. Коржеты. Давай туда такие сивенькие. Нам еще нужна картошка на суп. Какой-то большой такой пакет. Подожди. Тут вот есть какой-то. Вот эту, может быть, взять. Где? Здесь нет воды. Вода следующая. А теперь разворачивай меня. А-а-а-а. Теперь на завтрак бери фасоль. Вообще в Англии вода питьевая из-под крана течет. Но мне достался папин вкус дегустационный. Поэтому я не могу. Она мне невкусная. Поэтому слойку приходится мне покупать еще и воду отдельно. Поэтому мне приходится за Ярославу выпивать ее воду из крана. Да. Вот sunflower seed and honey. Мультисид, давай мультисид. Не, мне вот тут нравится. Там маковые озерки. Все, мультисид берем. Мультисид берем. Класс. Все, мы затарились. Идем теперь на self-checkout. Все, пробьем сами. И поедем домой. Я скучаю за затемненными стеклами. Чтобы меня никто не видел.